Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении? Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Мравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, ее членом. Отец Сергей сказал, что тема, которая для нас, для всех, и, в общем-то, понятна, и насущна, и сформулировал как «современная христианская жизнь». Кого? Жизнь, вы знаете, жизнь может быть отдельного человека, жизнь может быть каких-то групп христианских, жизнь может быть в Церкви, жизнь может быть в Православной Церкви, христианская жизнь на Западе. Там опять мы можем найти тоже очень много самых различных направлений, о которых, наверное, мы слышим, слышим, отчасти видим, и, может быть, отчасти понимаем. Но сама по себе такая формулировка, она, как вы все ясно видите, необъятная. Поэтому, наверное, было бы очень важно поговорить не о том, какова она, эта жизнь, вот, течет и развивается, вверх развивается она или вниз развивается, эволюция или инволюция. А вы знаете, что христианство, оно переживало разные эпохи, и сейчас то же самое. И она течет, течет, конечно, не по прямой линии совсем, а течет зигзагообразно. Так и хочется сказать, хотя терпеть не могу, это всюду год змеи, жуть какая. И в православном государстве начинают об этом говорить и вывешивать всякую эту пакость. Но течет жизнь действительно таким образом, волнообразно. Тут ничего не скажешь. Нет прямой линии. Бывают взлеты и падения, как и в жизни каждого отдельного человека. Но, по-видимому, для нас, что важно? Посмотреть на ту основу или те основные тенденции, направления, которые сейчас имеют место в современной жизни, в современной христианской жизни. Что характеризует наиболее? Интересно, что бы вот из такого наиболее важного, что характеризует христианскую жизнь сегодня? Ну, вы знаете, может быть, два слова стоит сказать о западном христианстве. И здесь есть причина, почему именно о западном сначала христианстве. Причина очень простая и для всех известная. Теперь у нас идеологических границ с западом нет. А когда это ровная плоскость, то, вы знаете, все и ветры, и воды, всё спокойно течёт в любую сторону. Но что значит в любую сторону? Вы знаете, вот как-то всегда получается, что вниз течёт лучше, чем вверх. И когда мы говорим о стороне идейной и моральной, и духовной, то здесь этот пример наиболее ярко характеризует современность. Вниз течёт легче, нежели вверх. Так вот, если хотите, чем характеризуются, можно сказать, самые основные, ну, так сказать, мысли, направления, идеи западной христианской жизни? Её можно было бы охарактеризовать таким образом. Идёт, идёт, а может, уже завершилось. Ну, в конце концов, когда, если чуть-чуть, ещё не до конца, это почти ничего не значит. Идёт потрясающее умерщение христианства. Мы подчас не придаём значения этому слову и тому, что за ним скрывается. Что такое умерщение жизни, умерщение христианства? Мирская жизнь, она всегда мирская. Чем характеризуется она? Чем? Ну, ясно, чем. Всеми теми тремя искушениями, которые отверг Христос, но которыми живёт мир. Задача какая? Вот идея. Если хотите, идея, которую призвано всегда было, кажется, осуществлять, и сейчас изо всей силы это пытается сделать. Научно-технический прогресс. Что сделать? Что пытается? Камни превратить в хлеба. Неужели не ясно? Ну, это совершенно понятно. Изобилие, изобилие. Хлеба и зрелищ, как кричали древние римляне императору. Мирская жизнь и характеризуется именно исканием каким-то лёгким путём, самым лёгким, наилегчайшим, сделать так, чтобы без труда можно было выловить рыбку из пруда. И, собственно, с чего и началась история человечества-то. Она с чего началась-то? Вовсе не с того, что будто бы Ева до преображения съела яблоко. Ну, вы же понимаете, надеюсь. Да, конечно, не поэтому. А с чего началась-то? С того, чтобы сразу, сразу сорвать плод. И всё в порядке. И стали богами. Вот эта кореница идея, одна из тех центральных идей, если хотите, тенденции даже, которые характеризуют вот человеческую жизнь. Сорвать плод. Сорвать. Не вырастить. Нет-нет. Не трудом. Неправильным каким-то путём жизни. А взять и сорвать. Это образ. Вот этот белийский образ, он великолепен. Он прекрасно выражает вот ту основную тенденцию, которая присутствует в нашем, я бы сказал, даже подсознании. Ну и выражается, естественно, и в сознании. Научно-технический прогресс призывает. К чему он служит. Какое имеет основание, главный импульс к себе? И именно сделать человека тем властелином этого мира, неважно, земного, космического мира, на самом деле не только. если обратимся к истории и мистического мира, сделать властелином, и одно слово которого творит чудеса. Вот это вот первая тенденция, тенденция, которая сделает человека Богом. Мы все Боги. Будете как Боги. Это так глубоко, оказывается, сидит в нашем сознании и так меняет нашу жизнь, что мы даже подчас не представляем этого. Я сказал об одной стороне, что мы будем властелинами мира. Но ведь речь не только об этом. Это, так сказать, выражение уже того более глубокого, что присутствует здесь. А более глубокое что? Мы сами чувствуем себя кем? Чуть ли не богами. Которые только, к сожалению, пока не имеют власти, не имеют силы, не имеют возможности осуществить это своё божество. Христианцы называют это глубоким заблуждением, но совсем не потому, что у человека есть стремление к этому, а потому, что это стремление осуществляется совершенно ненормальным, искажённым образом. Так вот, одна из тенденций, которая присутствует сейчас, я сказал, и уже осуществилась, если хотите, в очень громадной степени на Западе. Это омерщение сознания, то есть когда главная ценность жизни заключается ни в чём ином, как именно в получении максимума удовлетворения вот сейчас, здесь, пока я живу, в данный момент, полное отсутствие, полное отсутствие мысли, мысли о том, что эта жизнь есть мих. Возьмите и поставьте сейчас человечков пяти лет, десяти лет, двадцати, сорока, шестидесяти, восьмидесяти, ста лет, задайте один и тот же вопрос. Как жизнь быстро у вас прошла? Все ответили, не заметил как. Не заметил. Прошу как сон. Всё это прошло. Сон и всё. Кажется, эта мысль не настолько уже глубокая и не настолько сложная, чтобы можно было это понять. Но, тем не менее, посмотрите, какой глубокий обман коренится в сознании человека, который пытается исправить христианство, хотя удается это в очень незначительной степени. Непонимание того, что эта жизнь является мигом, который так же быстро окончится как и всё прочее и все предшествующие годы, предшествующие жизни, вот эта мысль же совершенно ясная, понятная не доходит. Мы живём вечно здесь. И вот из этого глубокого какого-то внутреннего искажения сознания, а другим словом это не назовёшь, именно искажение сознания проистекает, какие следствия само христианство, само христианство начинает изменять таким образом, чтобы оно служило только этой жизни и больше ничему. Если бы только удалось познакомиться как-то такое, особенно ярко хотя бы с протестантскими тенденциями, протестантской интерпретации христианства, то вы бы увидели, до каких заблуждений здесь доходит дело. До серьёзнейших. Некоторые уже настолько выражают откровенно эти идеи, что просто подчас недоумение останавливаешься. Например, вот одна из идеологов протестантизма говорит, Иисус, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе. Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, таковыми, как исцеление, процветание, мир. Слышите? Дай нам благо на земле. Вы слышите, о чём говорит даже? Вот о чём говорил Иисус-то, а вы там какое-то Царство Небесное придумали. Здесь, здесь дай мне благо. Здесь Иисус обещает какое-то безумие. Вспомните, моё Царство не от мира сего, говорит, о, нельзя служить Богу и мамоне. Если бы надо, я мог бы умолить Отца и представить мне десять, двенадцать легионов ангелов. Всюду, сплошь, всё другое. Вы слышите, что это проповедуется? Но не только проповедуется. Если бы только такие вещи. Это просто яркое выражение основной направленности современного христианского сознания. Я подчёркиваю, не сознание мирского. Вне христианства, вне религии всегда люди, а что ещё желать? Бога нет. Или есть он, нет, не имеет значения. Правда? Вечности нет, души нет, живём один раз, что ещё желать? Больше нечего. Здесь мы говорим о христианстве, которое говорит о Боге, говорит о душе, говорит об ответственности, нравственной ответственности человека, где не только в этом миге существования, а в вечности и вдруг такие вещи. Но началась эта вещь, вы что думаете, что это недавнее явление только? Ничего подобного. Что мы встречаем уже в раннем литеранстве даже? Вы представляете? Уже у лютера встречаем какие вещи? Этим основателем протестантизма, когда он утверждает, что верующему человеку, верующему человеку прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Понятно вы или нет? Что ещё нужно? Скажите, а что ещё нужно? Всё, ура! Вопрос окончен. Христианская жизнь? А что вы хотите? Оказывается, мы спасаемся только верою, а не делами. Ничего не требуется. Вы понимаете, какая красота? Ничего не требуется. И эти православные вообще какие-то непонятные люди. Какие-то посты придумали, молитвы, да ещё в церкви стоят ни к селу, ни к городу. Да. Ещё там какие-то таинства попридумывали. Зачем? Веруете? Всё. Всё. Всё окончено. Всё завершено. Всё достигнуто. В чём самое поразительное, что уж действительно поразительное, в конце второго тысячелетия, в конце начался очень интенсивный диалог между Всемирной Литеранской Федерацией и Католической Церковью. И там, в этом окончательном документе мы читаем фразу, которая, я вам скажу, просто, просто поражает. Оказывается, декларация об оправдании, такой документ, декларация об оправдании, в которой мы зачитываем, что оправдание верой – это совместная декларация, в которую подписали та и другая страна. читаем, оправдание веры происходит при принятии Святого Духа в крещении и включении в одно тело. Вы поняли, что? Крестились? Да? Молодцы! Дух Святой теперь ясно пришёл? Да? Вы все в одном теле! Ура! Вы только подумайте! А что это такое? Это тенденция чисто понять христианство, в котором основные ценности христианства, основные идеи христианства, спасение человека, оказывается, как совершается? Чисто внешними, церковными, ритуальными формами исполнения церковного ритуала, оказывается. Вы крестились? всё в порядке. вот, оказывается, какая беда. Мы уже приняли Святого Духа. Вопрос не идёт о том, как крестились. В этом даже речи нет. И вся беда откуда идёт? Откуда идёт беда-то? Идёт оттуда, что, оказывается, забыли первые тысячелетия, единое христианство, единая вера, кажется, святых отцов. Как они, причём каких? Святых, ещё раз повторяю, которые своей жизнью, своими достижениями, своими, если хотите, чудесами даже, подтвердили и указали на то, вот, что такое святыня. Забыли, о чём они пишут. А о чём они пишут? Если ты с верой и если ты с обещаниями Бога доброй совести, как это, если ты отрицаешься, отрекаешься от сатаны и всех дел его и принимаешь крещение, как пишет Марк Подвижник, тут же Дух Святой даётся тебе. Если, если же не имеешь этого, то вода остаётся водой. И Духа Святого ты не принимаешь. Ой, это уже никуда не годится, правда же? Это что, я должен не только принять крещение, ещё что-то должен обещаться, да стараться ещё жить, выполнить обещание. И легко убрали, убирается это. Я обвиняю Запада, а что у нас происходит? Я сказал, граница нет. Разве у нас не часто также смотрят на это великое таинство, когда главное крестить, а потом иду в бандиты. Но я крещённый. Слышите, что такое омерщение крестьянства? Что такое? С одной стороны, целью жизни становится достижение исключительно земного благополучия другой страны. Для этого что делать? Само христианство превращается в чисто внешний культ, внешние какие-то формы священного действия, которые мы принимаем как внешние формы. И достаточно, и успокоились, и как хорошо, и слава тебе, Господи! В это превращается сама исповедь превращается во что? Непокаяние, в чём суть самой исповеди, а в отчёт о проделанных грехах. Да ещё напишу вот такой вот лист, и дадим, батюшки, почитай, я пока схожу в магазин, а ты мои грехи отпусти в это время. Но я шучу, конечно, вы понимаете? Да. Не о покаянии уже идёт речь, о какой-то форме. Само причащение во что превращается? Опять-таки, главное – причаститься, а забыли. Самые главные требования к принятию таинства, любого таинства, самые главные, какое требование? Начиная с крещения. Обещание Богу. Я постараюсь больше не делать этого. Я постараюсь жить по-христиански. Обещание, которое даётся внутри, внутри меня, в душе моей, и перед священником это тоже. Обещаюсь, потому что, если нет этого, тогда что-то лицемеришь человек. Приходишь, совершаешь форму, забыли, что Бог всё видит, Он видит душу твою, к чему ты подходишь и как ты подходишь. И, соответственно, получаем. Умерщение – это страшное же дело, оказывается. если христианство видит самое главное в очищении души, в исцелении души, то здесь исцеление души подменили чисто внешним ритуалом и довольны. И мы – христиане. На Западе этот процесс очень давно пошёл, раньше, чем у нас. Я говорю, в области богословского оформления, я говорю. У нас всё-таки ещё на Руси жила вера к святым отцам. До сих пор ещё, я скажу, сохраняется в какой-то степени эта вера к святым отцам, вера им, вера тому, о чему учили, вот этому святоотеческому наследию. Ещё мы что-то читаем. Это великое, конечно, благо. Не просто богословские сочинения. Вы же знаете, у святых отцов сколько есть богословских сочинений, которые касались конкретных вопросов в истории возникавших, особенно с ересями с разными. Ну, не этим мы питаемся. Когда какая-то возникает, можно это почитать. Суть-то святоотеческого учения, к чему вся сводится. Всё, самое главное, повторяю ещё раз, узнать, понять, что это за путь, путь духовного исцеления моей души. В чём он заключается? Что это такое из себя представляет? Даже вопрос, что такое духовная жизнь из себя представляет? Что это такое? Говорим, духовное. А что это такое? И это часто сводится, как сейчас сплошь и рядом приходится слышать, на Западе, по крайней мере, духовная жизнь, это знаете, что такое? О! Вот не знаете. Я вам скажу, что это такое. Это участие в таинствах. А поскольку участие в таинствах заключается в чём? Крестили меня, я не помню, когда, в детстве я ничего не помню, но одно уже участие есть. Есть плюсик, есть. Второе участие в таинствах и в христии, и всё в порядке. И прямо в рай, прямо в рай, только ножки поднимай. Я духовной занимаюсь, я духовной жизнью живу, участвую в таинствах, вы слышите? Участвую в таинствах. Разве в этом стоит духовная жизнь? Забыли даже такой важный момент, что таинства только тогда, они действенны. Действительно, когда совершаются вот с тем условием, о котором мы говорили, с обещанием Богу, доброй совести, с отвержением всего того, что противоречит заповедям Божьим, только тогда. Об этом речь не идёт даже. Да, ну да, конечно, но это главное участие в таинствах. Это духовная жизнь. А Мария Египетская, какая-нибудь, причастилась всего два раза в своей жизни. Интересно, а к кому мы пойдём за советом, если бы она вот сейчас пришла бы? женщина, которая и сана принять не может, и не монахиня, подумайте, так, и два раза только в жизни причастилась. Кому мы пошли? К ней? Или там каким-нибудь, уж не буду называть, всякие высокие, средние, низкие и так далее. Ну, как к кому? К тому, что каждый день притчается? Кому бы мы пошли? Разве непонятно? Нельзя рассматривать таинство как чисто формально, как вещь, которая сама по себе даёт исцеление человеку. По православному учению, таинство – это помощь, это помощь в духовной жизни, а не билетик, который мы представляем при входе в театр. Наса проходите. Нет билетика. Нельзя. Превратили во что? Вот это вот обмерщение сознания – это одна из самых, я бы сказал, тяжелейших проблем, которые присутствуют, я сказал, на Западе, но мы же прекрасно понимаем, столь же и на Востоке. Посмотрите, как современная христианская жизнь касается такого великого деяния, без которого вообще нет религии даже, а не только христианства – молитвы. Молитва. Что это такое молитва? Я слышу постоянные призывы молитвы. Молиться, молиться о чём? Да? У меня заболела поджелудочная железа. А, ну тогда всё понятно о чём. Вот тут я понимаю. Да. У меня сын загулял. Дочка запила. Да. Брат с ума спятил. Да. И так далее. Вот тут я знаю, о чём мне молиться. Да? Вы подумайте, что такое молитва? Оказывается, опять, что мы показываем? Оказывается, гром не грянет, мужик не перекрестится. Кем мы себя делаем перед лицом Бога? Оказывается, мы материалисты дикие. Дикие материалисты. Молимся только дай нам благо на земле. Дай мне здоровье, благополучие, успех, процветание и так далее. Где? Ну здесь, конечно. А где же ещё? Небо. Оно далеко и неизвестно, когда будет. Как молитва совершается? Опять! Серьёзнейший же вопрос! Когда мы говорим молитва, то как она совершается? Вы знаете, какая беда страшная? Страшная беда, которая поразила наше христианское сознание. Я даже не нахожу слов, сказал, страшное. Какая? Что молитву, молитву, как вопль души, как обращение к Богу души и ума, и сердца подменили чем? Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Прочитали молитву? Да-да-да. Вычитали, вычитали молитву. А, ну всё хорошо. Вычитали молитву. Кому? Что Бог, это какая-то безликая сила, что ли? Это что за безобразие? Это до чего докатиться только можно. Вычитали молитвы. Ну, я понимаю, какой-нибудь магии в магии. Там, да, там главное произнести соответствующие какие-то формулы. Верно. В индуизме какие-нибудь мантры, заклинания надо произнести. А у нас живой Бог, обращаемся к Христу, Богу воплощённому, личности, к личности обращаемся. А обращаемся, мы говорим, и не думаем. И не думаем. понимаете, в чём дело? Человек может, христианин, десятки лет, всю жизнь пробыть так называемым воцерковлённым, то есть соблюдать всё то, что положено церковью, соблюдать, что положено церковью, ходить в церковь, поститься, исповедаться, причаться, и ни разу по существу не помолиться. О чём? О своей гнилой совести. О чём угодно буду молиться. Только там, Господи, кто молится о том, Господи, избавь меня от зависти? Ох, как было бы важно, знаете, если бы сейчас бы провести прям вопрос и откровенно сказали бы. Вот миллион православных. Кто молился о том, чтобы Бог избавил от зависти? Сколько человек найдётся? От зависти? Или от тщеславия? Или от жадности? Много ли молиться? Я уж не говорю о том, что вообще молитвы нет, вычитываем. Вообще молитва совершается без внимания, без всякого. Ещё о чём мы молимся? Подойдите к этим гигантским очередям, которые стоят каким-нибудь святынем. Подойдите, с диктофончиком, подойдите и прямо опрашивайте, о чём молитесь? О чём? О чём? О чём? Вы что, найдёте, кто молится избавиться от зависти? Сомневаюсь. Если найдёте из тысяч, не знаю, может, одного человека, то есть, что происходит? Оказывается, оказывается, христианский Бог нам не нужен. Совсем нам не нужен. Христианский Бог сказал, Царство Божие внутри вас. Он сказал, блаженно, чистым, сердцем, сердцем нам такой Бог не нужен. Не это нам нужно. Отойди, отойди, Христос. Помните, братья Карамазовы, что там пишут, какой диалог между Христом, то есть, Христос-то всё время молчит о великим инквизитором. Там есть повесть о великом инквизиторе. Он великолепно показал христианское, обмерщённое христианское сознание, которому ты, Христос, не нужен, ты ничего не понимаешь. Ты идеалист, нам нужны земные приобретения, земное распространение, земная слава, земные достижения. А ты что? Кто видел эту несчастную рок-оперу «Христос-сверхзвезда», да, те, наверное, вспомнили, какие там замечательные сюжеты, как там изображены Христос, как наивный какой-то идеалист, зато Иуда, какой трезвый, разумный человек. Как ученики на Тайной Вече напились, один на столе валяет, другой под столом. Чем, представляете, что там творится? Христос, придите ко мне все труждающиеся, какой издевательской картины там. К нему подходит один, он обнимает, два, он тоже, три, потом толпа, и он кричит, да, отойдите, я же не могу у вас всех. Правда же? Слышите, какое издевательство. А я помню, как нас повел в Лондоне католический паттерн, это рок-опера, и я его спросил, что вы делаете? Говорит, люди пусть узнают, наши люди совсем не знают Христа, пусть они хотя узнают, что есть Христос. Я говорю, простите, это этого-то вы называете Христом? Да? Так скоро мы тогда антихриста назовем Христом? который даст нам так называемые земные преимущества и блага, да? Его назовете уже Христом карикатуру. Можно всю жизнь пробыть христианином и так и не оказаться им. Почему? Почему мы живем, кажется, в церкви, ходим и что-то делаем, являемся, так называемые, воцерковленными, и, как однажды очень мне так понравился вопрос, вот такой же зал, вдруг женщина встает и говорит, простите мне, я вот уже 20 или 30 лет в церкви, но вы знаете, какой я пришла в нее, я такой же, до сих пор так и осталась, точно такая же, я никаких не почувствовал себя изменений, я ничего не увидела, я точно такая же, я ее от всей души поблагодарил. говорю, как хорошо вы сказали и какой правильный вопрос вы задали. Верно. Можно пробыть, оказывается, сколько угодно времени, и прям по слову получится известному, каким я был, таким остался. Одна из причин. Редко кто из христиан принимает решение в самом себе решение принимает отныне, отныне я решаюсь, вот, Господи, пред Твоим лицом, я говорю, решаюсь жить по Твоим заповедям. Я не знаю, есть такие христиане или нет. когда-то были, наверное, церкви даже их, но сейчас даже не знаю, кто бы принял сознательное решение. Собственно, это сознательное решение, оно что означает? Это то, что при крещении человек и обещает. Только, к сожалению, когда ребенок все, я все забыл, я ничего не помню. Кто принимает это решение? Увы. Нет, нет этого. Вторая причина, о которой мы говорили, это то, что происходит с нашей молитвой. Оказывается, молитвой называется только то обращение человека к Богу, которое совершается первое условие с вниманием. С вниманием. Нет внимания, нет молитвы. И вы знаете, такой самообман происходит в христианском сознании. Причем, не думайте, что это в нашей только церкви. Это всюду, это поразительное явление, о котором жалуются, жалуются все. Мы без внимания читаем молитвы. Даже саму молитву Иисусова, которой занимаются некоторые, может быть, ну, монахи, например, может быть, кто-то из мирян, не знаю. Самомолитва Иисусова, кажутся уж краткой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, грешную, так, даже это та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А оказывается, что? Оказывается, с вниманием читать – это труд. Это труд. Это напряжение. А без внимания очень легко. Я вам скажу, это легко. это вторая причина, почему никакого прогресса в нашей духовной жизни нет. Мы остаёмся теми же, какими и были хотя бы сто лет назад приняли христианство. Нет молитвы. Нет религии там, где нет молитвы. Нет. Нет христианства там, где не совершается молитва. Совершается где? В уме и в душе человека. Не надо себя прав. Что в церкви читаются молитвы. Читаются. Читаются в церкви. И тот, кто читает, на небесах где-нибудь витает. И те, кто стоят, редко кто слушает, без внимания. Святитель Игнатий Блинчанинов с какой прям грозно говорит, что молитва совершаемая без понуждения себя к вниманию – это есть богохульство, это есть оскорбление Бога. Приходится постоянно повторять, попробуйте с кем-нибудь разговаривать так. К начальству придите и без внимания начните высказывать свои мысли. Тут же дверь покажет. Это мы понимаем, это мы не делаем. Тут мы с полным вниманием обращаемся. Еще как к Богу, к Богу без всякого благоговения. второе условие молитвы помимо внимания благоговения. Ибо там, где нет благовения, там действительно нет религии. Нет религии. И третье условие – это покаяние. Неужели мы такие безгрешные, что нам не в чем каяться, что молимся только о наших земных вещах? Ну, когда же мы помолимся, раскаемся о своих грехах-то? Странно! Что за безгрешный народ такой? Что произошло с нашей церковью, с нашим народом? Почитайте только хотя бы Игнатия Бринчанинова, что он пишет в своих письмах о монашестве, о христианстве в русской церкви. Посмотрите, что пишет Феофан Затворник, который даже произносит такие слова «Еще одно-два поколения и православия на Руси не будет». Вы слышите? Он скончался в 1890-1994 по-моему, году или третьем. Слышите? Он угадал точно. Через полтора поколения революция началась 1917 года. Мы все до революции, вот то-то было, всё знаете. Вы слышите, что пишут святые, Иоанн Кронштадтский что говорит? Почитайте. Сердце обливается кровью, что творится с нашим православным народом. Слышите? А Русь-то была какая? Православная? Не правда ли? Считалась по крайней мере таковой. И это вот то, о чём они пишут, эти святые. А Серафим Заровский ещё что писал? А уж не говорю, Светский что писали? Георгий Затворник святой что писал? О состоянии? Да ещё в XVIII веке писал Тихон Воронежский. В XVIII веке знаете, что писал? Ужасно! Христианство незаметно уходит от людей, остаётся одно лицемерство. Мы иногда думаем, почему революция произошла? Ах, это понятно, это там изменники, это там, знаете, враги, это там кто угодно, разведчики и масоны, и кто угодно, а не только орудия. Наша страна рухнула потому, почему разлагается тело, когда из него, из него выходит душа. Вот почему. Вот что произошло с нашим народом, происходило. Это пример, нет, не пример, это прецедент, это предупреждение. Вот что, предупреждение и современному христианству надо знать, надо знать, что не может тело не разложиться, если душа выйдет из тела. Помню, я был еще мальчишкой и еще старой монахине Шамардиновского монастыря, это женский Шамардин монастырь в Калужской губернии, как они говорили, это во времена гонения, гонения говорили, а ведь оптинские старцы-то говорили, что опять откроют церкви, опять откроют монастыри. Я помню, как они это говорили, и говорили, ну, с полным недоверием, что это невозможно, все закрывается, рушится, взрывается, и вдруг они говорят, но дальше они прибавили, прибавляли, говорят, они говорили, опять все откроется, но ненадолго. Открылось сейчас, правда? Все, смотрите, что происходит, сколько монастырей, сколько храмов, сколько духовных школ, и так далее, и тому подобное. Но если христиане не будут стремиться к тому, чтобы стать христианами, то исполнится и вторая часть пророчества, но ненадолго. Как-то часто мы говорим, что Бог своим промыслом делает то-то, то-то и то-то. А что это значит? Что такое своим промыслом? То есть он делает то, что хочет, да? Независимо от нас, да? Врач что, делает с человеком то, что он хочет? Или он делает то, что необходимо больному? Бог врач, надо запомнить это, врач премудрый, любвеобильный, и все его промыслительные действия, действия Божьи, промыслительные, все они совершаются, как? В полном соответствии с духовным состоянием человека, когда речь идет об одном человеке, общество, когда речь идет об обществе. Бог ничего не делает просто так, вот, от себя. Все его действия обусловлены нашим духовным состоянием. И если наше состояние начинает все более и более загнивать, то приходится принимать все более и более серьезные врачебные меры. Неужели трудно это понять? Если действительно Бог есть любовь? А как же еще? Если действительно врач, который любит и готов сделать все, как он будет вести себя по отношению к больному? Ну, конечно, только так. Предписывает ему, вот, вот, правильный образ жизни. Понимаешь, как тебе надо вести себя, и ты будешь здоров? Хм, наплевать мне на ваши рекомендации. Правда? И начинается не пей, царос печени будет. Ну, да, не пей. А что же Владимир Святой не знал, что говорил, что ли? Руси невозможно быть, чтобы не пить. Да? Не понимаем. Заповеди Божии. Это есть нечто иное. Заповеди Божии. Есть нечто иное, как правильный образ жизни. И больше ничего. это нормальные свойства человека. Вот же такой заповеди Божии. Это же не есть какое-то насилие над человеком. Разве запрещение лгать, воровать, убивать, обманывать, я не знаю, чего делать. Разве это что, плохо? Пьянствовать и так далее. Жизнь по заповедям нормализует, оживляет, оживотворяет, исцеляет человека и, конечно, наоборот. Так вот, когда человек спросил, почему же я столько лет остаюсь, кажется, в церкви и никаких изменений не чувствую, когда причина очень простая. Мы не ведём никакой духовной жизнью. А духовная жизнь, она прежде всего заключается в двух моментах. В двух. Первое – это решение жить, жить по заповедям Божьим. По заповедям Божьим. Решение и покаяние тут же, не ждать, когда идти к священнику. Господи, когда мы пойдём к священнику, тут же каяться в нарушении. Вспомните, какие замечательные, замечательный пример даёт нам праведный Иоанн Кронштадтский. Как он пишет, вот опять я вспылил, опять я накричал, опять я осудил, и взмолился я Богу моему, чтобы простил меня за это. И, и, он пишет, и я опять ощутил пространство в душе моей. Слышите, слово-то какое! Пространство! Это очень интересно. Свободу, освобождение ощутил. Тут же священнику каяться уж самым главным. А здесь сколько мы по так называемым мелочам сколько мы грешим непрерывно. Сразу нужно покаяние. Первым условием, первым условием, если человек хочет хотя бы немного вести духовную жизнь, является действительно решение жить по заповедям, Евангелия. В те же назвал себя христианином? Ну, живи по Христу. Живи. Посмотрите, как всегда это бывает в любых сообществах, в любых партиях и так далее. Второе условие – это, конечно, молитва. Если человек не приучает себя к молитве, если вся его молитва заключается в том, что он, может быть, ну, вычитает в лучшем случае, там, утром, вечером какие-то молитвы, а то и этого даже не делает, если он не обращается в течение всего дня к Богу, то тогда что ожидать? Что такое молитва? Молитва – это контакт человека с Богом. Как выключатель. Нажали выключатель, и свет загорел. Выключили, нажали, и света нет. Молитва и есть включение, вот, включение этого света, когда она совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Ведь никто не мешает христианам в течение дня. Сколько раз можно обратиться к Богу? Сколько раз? Ну, кто мешает? Скажите, молитву Иисусу произнести, слушайте, это же несколько секунд, буквально. Кто мешает? Обратите внимание, любопытнейшее явление. Ничто не мешает, никто не мешает, правда же? Кроме вот тут-то мы и оказались. Вот, оказывается, духовная жизнь-то. Оказывается, дух у нас совсем другой, и мы, оказывается, живём тем другим духом. И дух-то как раз Христов, он нам даже и не нравится, и не хочется, и так далее. Тот, кто действительно, действительно имеет искреннее желание быть христианином, искреннее желание, он обязательно должен, как только вспомнил, вспомнил, опять от всей души произнести, произнести, помолиться вот этой, вот этой хотя бы молитвой Иисусовой, или молитвы мытаря Божия очистим и грешного, или будь милостями грешного, и так далее, или сказать, Господи, слава Тебе! Как это важно! Без этого ни о какой духовной жизни речь не может идти, и от христианства нашего, что остается, я в Западе позже, меня не интересует, молитвы я не могу, и я с недоумением подумаю, что ж такое, всю жизнь в храм хожу, и никаких изменений не нахожу, а какие могут изменения? Любопытно! Я очень хочу научиться играть на фортепиано, да, подойдут трыть, о, какая-то ерунда, трыть, опять ерунда, что ж такое, что ж за чушь такая? Мне говорят, так слушайте, вы не спешите, обождите, вот, ищите, где это ре, ре, а, ах, попал в до, так, нет, а, вот это вот, так, вот здесь си бемолина, да, вот здесь до мажорина, да, да, вот так, постепенно, слышите, постепенно, это мы все понимаем, все понимаем, даже кто никогда не собирался играть, молития мы этого никак не понимаем, начинаем тараторить, кому, не Богу, конечно, бездушному какому-то идолу, а не Богу, к одному святому пришел монах и сказал, я имею отче непрестанную память Божию, на что тот им ответил, нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к руганию, здорово, ух, как здорово! Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении, иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души, с вниманием, только наша ленность, первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, ее членом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова